Донбасс откалывали от Украины последние 10 лет. Особенно активная фаза началась на выборах Януковича и Ющенко в 2004 году, когда на телеэкранах центральных каналов была показана карта с разделением Украины от ресорта. Первый сорт – Западная Украина, второй сорт – Центральная, третий сорт – Восточная Украина. Ни в одной нормальной стране такого быть не могло. В Украине при попустительстве президента на тот момент Леонида Кучмы такая реклама имела место быть для того, чтобы концентрировать голоса Юго-Востока за Януковича. Этим был положен начало глубокого ментального раскола в новейшей истории Украины. Хотя сам по себе Украина является страной с сложным социально-культурным обществом, страной, которая говорит на двух основных языках – русском, украинском, у которой есть целый ряд национальных меньшинств. Однако ни четыре предыдущих президента, ни семь предыдущих парламентов не занимались тем, чтобы укреплять полученность нашей страны, объединять ее, а не разъединять ее. Наоборот, отдельные фракции, как с одной, так и с другой стороны, насаждали ненависть Запада к Востоку и Востоку к Западу. Результат мы имеем тот, что Путин, который вещал со своих телеканалов последние 10 лет то, что он хотел, и убеждал жителей Юго-Востока Украины, что Россия лучше, чем Украина, частично добился своих результатов. Наша задача на сегодня – это бороться за то, чтобы Донбасс вернуть Украине, Крым вернуть Украине, а также создавать все условия существующей ситуации, когда третья по размерам и по численности, и по силе армии в мире фактически вошла в Украину, создать условия для дальнейшей обороны и безопасности нашей страны.